hello everybody hi my students hello friends сегодня такое вот срочное сообщение появилось у нас в новой россии и в руководстве новой россии то есть единой россии в ее верховном совете появился новопредставленный и мы сейчас на его примере рассмотрим тонкости вот этой психоматрицы пифагора и где там по жизни он ошибся этот человек и что привело его вот преждевременной гибели после юбилея которую недавно было 68 года рождения это значит сколько ему тут 40 всего то случилось то да так 30 40 лет да вот 40 лет говорится да а человек то молодой и способный видите он уже сумел побывать на многих должностях и в резерве состоял это высших чиновников вот член высшего совета единой россии зампредседателя в отб был даже вот и бы и многих других организациях он был в таких же в коммерческих и в административных и эксперт по ребрендингу единой россии один из 30 человек был вот сейчас на полу назначена чтобы осуществить ребрендинг потому что бронки единой россии он как-то смешной стал вот этот медведь он наполовину козел наполовину медведь белая часть если только взять белую часть это козел а верхняя часть это значит там тоже какое-то животное другое и а ноги вот эти медвежьи они по если перевернуть топы надпись на иврите соответствующие до хаббатская то есть вот этот ребрендинг они хотят осуществить по-новому хотели и вот я его назову это котляры юрий юрьевич найден в своей квартире застреленным три дня не выходил на связь и вот обнаружен был сегодня застреленным судя по сообщениям и это прочитал в яндексе сам он 13 5 то есть день рождения был у него совсем недавно сорокалетий он отметил вот это 13 мая 1968 года ну это как китайцы говорят это год был мудрый такой хитрый обезьяны желтый земляной обезьяны олицетворяет хитрость ну во первых здесь китайцев тоже сбрасывать так же как и пирогоры со счетов нельзя тут они где-то могут сходиться какие тут отрицательные черты характера вырисовываются у него в связи с вот этим знаком годом рождения ну во первых высокомерие не щепетилен может быть недобросовестный солгать в личных интересах может быть совершать нечестные поступки если знает уверен в том что и они безнаказанно пройдут его нелегко на этом поймать может дойти до воровства ну конечно не все люди этого года такие ну некоторые из них такие финансовые затруднение испытывает он по финансам там был где-то а ему по этому знаку нельзя было финансами заниматься вообще потому что он занимается финансами свою личную пользу у него четверка по деньгам а вторая часть жизни у него бурная смутная планы часто рушатся и там предсказано что может умереть вдали от семьи и в том числе от несчастного случая в частности от несчастного случая но это тоже можно считать несчастным случаем даже если это самоубийство или убийство тоже несчастный случай сейчас пока мы не знаем убийство не самоубийство ну попытаемся выяснить это самый ненадежный противоречивый человек но умен ловок изобретателен но самое легкое препятствие способно испортить ему настроение и сбить планы но с ним поступают обстоятельства окружающие поступают с ним несправедливо он достоин большего но ему фатально не везет вечно опасается ждет подвоха даже от ближних от своих с ним нелегко и на работе бывает поэтому он много работ сменил за 40 лет и от ближних особенно в любви ему не везет надо его окружать терпением то есть терпеть его надо особенно вот в любви видимо может это быть причиной так пессимист от рождения недоверчив и подозрительный вот в матрице Пифагора она тоже о многом может сказать во первых этот человек лояльный он переговорчик 3 единицы у него склонен к компромиссам сумма у него большая 13 и дельта он все таки какую-то конструктивную линию ведет ну харизмы энергетики биологической энергетики нет отсюда пессимизм четверка по здоровью и есть но вот невезение у него действительно катастрофически не везет нету семерки хотя он видите восьмерка есть он порядочный человек в принципе если своим делом бы занимался а какое у него дело то видите здесь 4 тройки это точные науки и пятерка логика то есть это специалисты компьютерчик большие интегральные схемы там большие системы что не связано с рисками а финансы и политика это связано с рисками поэтому здесь нужны семерки обязательно значит человек может попасть на конструкцию ван что единственным выходом может быть для него больше тем более если он такой вот восьмерке будучи порядочным человеком совершит какой-нибудь такой финансовый поступок или может быть ему в то же время может быть и в любви не повезло вот у него видите двойка то есть он не ищет себе партнершу а ждет когда она сама с нему свалится однако пятерка у него видите есть по сексу ему нужны Матильды у него крутая самая высокая сексуальность бухгалтер милый мой бухгалтер да такой простой и вот такие дела ну особо таланта то есть особо таланта нету но точным наукам таланта конечно большой вот это его ни в коем случае никакие не финансы и не политика потому что здесь очень много подводных камней и можно на контрарные знаки нарваться допустим тигр кто-нибудь там в поединой России и он его может просто затоптать даже сожрать и довести до самоубийства очень сейчас техники простые доведение до самоубийства правильно особенно таких людей которые пессимисты от рождения как он вот так что если вы родились в 68 году если у вас в мае родились а в мае кстати говоря здесь еще может быть одна причина подводный камень такой что кто рожден в мае тот должен найти консенсус с матерью своей то есть слушаться больше мать ее советов и не противоречит не вступать противоречию с матерью потому что иначе он будет карму нести материнскую карму что может кончиться болезнями или вот такими случаями это характерно для мая месяца так же как рожденные вот в июне они карму могут нести отцовскую они должны с отцом ни разу и вода жить чтобы было окей по жизни вот таким образом если бы он на консультацию пришел сюда бы на наши уроки эти лекции просмотрел свою матрицу и может быть подробности вычислил все как человек в точных науках способный то возможно его именно жизнь совсем была бы у нее по-другому занимался бы он там программированием большими схемами интегральными системами связи и так далее и так далее где нету вот таких вот моментов связанных с везением а с везением что вот всякие денежные политические моменты юридические такие склоки где вот сталкиваются противоречивые интересы людей вот ну что касается вот организации в обществе то то уже в принципе с такими дарами это вот аналитического умата это он мог быть историком ученым историком ученым в любой области где требуется аналитический ум той же генетики математической генетики в этой и в других вопросах мог бы успеха достичь вот таким образом такое краткое сообщение значит мы имеем такого человека который при очень хорошей матрице даже при очень хорошей матрице он пошел не по той пути не по той стезе по которой есть и вот он пришел преждевременной гибель в таком роду молодом возрасте то есть здесь вот ни в коем случае финансы ни в коем случае политика а он именно влез туда куда совершенно ему по вот этим пифагораму не рекомендуют туда ходить вот и я тоже не рекомендую людям не изучив свою эту матрицу особенно школьники вот сейчас мы не знаем куда нам пойти где работать нам сейчас и чем заниматься да обращайтесь ссылка на почту тут внизу всегда есть обязательно обращайтесь кто вы будете на что вы способны чтобы вам пройти траектору жизни как положено и то задание которое свыше дано вам чтобы вы его выполнили не сойдя а вот с рельсов жизненных рельсов преждевременно от любой какой-то малейшей случайности всего вот такое краткое сообщение всем вам доброго до новых встреч ну может быть встречи будут более радостной чем вот это событие но даже вот эти на этих событиях мы и должны учиться у нас и задача такая вот раскрыть все возможности матрицы пифагора для того чтобы жизненных трагедий избежать чтобы люди у нас жили как матвиенко говорит счастливы да и счастливы в том плане а когда счастье это когда человек он выполняет волю неба занимается тем чем ему положено а как ему это определить с молодым то никак только вот мы должны помогать кто знает эту систему старшие должны помогать потому что молодому поколению это как ему изучить то еще то как как сказал мэдисон вот президент юнайт эсэс он сказал что какие то каждая поколение должно обучаться культуре то есть культуре должно обучаться каждое поколение не то что мы поколению одного обучили а дальше все это культура идет идет и идет и по семейным как говорится каналам Нет, этим государством должно заниматься для каждого поколения. Ну, поскольку государство у нас сейчас, оно стало не социально, оно стало, оторвалось от народа, и в основном оно воинствующее, оно ведет войны, несправедливые войны ведет по всем паналам, принципы федерализма нарушает, это все отшатываются от центральной власти, центробежная тенденция, вот, и даже в пределах вот этой организации бывших социалистических государств. Ну, происходит то, что происходило до принятия Конституции, перед принятием Конституции в Соединенных Штатах, это в 18 веке, еще 1700-е годы, там, 1790-е какие-то годы, да, 7-й, 6-й, вот, когда вот этот вот был федерал вот эти, Мэдиссон издавал потом, еще министр финансов их не издал, труды, федералист. Кучу статьи они издали, там, Гамильтон, Мэдиссон и Жей, по-моему, его, этот, верховный судья. Потом встал, ну, Жей там 5 статей всего написал в этой федералисте, а, значит, в основном были статьи Гамильтона и Мэдисона, причем больше Гамильтона. Ну, вот тоже трагедия вот с этим, с Гамильтоном, там была, сейчас мы же плылись, ведем с вами по президентам США. Гамильтон, карьера была бы у него великолепной, может быть, вместо Мэдисона и Гамильтон был бы президентом США. Ну, вот на дуэли он был убит, этот Гамильтон, первый министр финансов США. А из-за чего? Вот с кулоки, с плетней там, вот жена, мол, у тебя гуляет, и все пошло в печать. Вот, раздута, 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 и, а, то есть Гамильтона обличили то, что он живет с любовницей. Другого там, Мэдисона, по-моему, что у него жена гуляет. Вот, и в конце концов, Адамсон уже и дал закон, чтобы в СМИ не порочили, иначе была там штраф 2000 долларов или два года тюрьмы. Ну, потом Джефферсон отменил это постановление. Джефферсон и Мэдисон, они отменили это постановление. Вот таким образом, то есть политика, она очень дело сложное и связанное с жизнью человека. Она, влезая в политику, человек влезает в риск, это русскую рулетку влезает. Также в экономику, где даже такие, как Арифеи, как вот финансисты, и подпольные, и теневые, и светловые все погибают. И, в частности, вот наш вот этот молодой человек, а что ему 40 лет. Только карьера начинается, и перспективы большие. Ну, вот не учет вот этой матрицы, не учет воли неба. В основном не учет воли неба. Всего доброго, до новых встреч, здоровья и успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова